Добрый день, наши дорогие слушатели, читатели! Я сегодня нахожусь в Франкфурте с Владимиром Николаевичем Игрей и попытаюсь все ваши вопросы, которые вы мне отослали в последние месяцы, задать, и мы попытаемся это все, короткой информацией, вам дальше перевести. Первый вопрос, который наши читатели задают нам, какая обстановка у нас в Германии? Что говорит Анастасия по поводу Германии и Европы? Вот какая обстановка у вас в Германии, я не знаю настолько хорошо, насколько знаете ее вы, но что касается Анастасии, то она не делает разделения между людьми, которые живут в Германии, в России, в Прибалтике и так далее. И я не понимал, как это так, ведь у нас разный язык, но ведь внешне мы-то друг друга не сильно отличаемся, может быть и вообще не отличаемся. Ну у нас разные, допустим, политические системы, но это дело такое временное, сегодня одна система, завтра другая система. У нас разное количество земли. И вот часто говорят, вот, а как же у нас можно строить родовые поместья, у нас такая дорогая земля, ее мало, на всех не хватит. Но это ли проблема? Вот в поселении, в котором я живу, там три немецких семьи живут и строят свое родовое поместье. Родина не там, где кто-то назвал родиной, а родина там, где ты что-то сделал родное для земли, для себя, для своей семьи. И я думаю, что граница – это такое совершенно условное понятие. Сегодня они есть, завтра нет. И посмотрите, сегодня у государства одна граница, завтра другая. У Римской империи то одна территория, то другая. И я думаю, что вот эта идея, она уже показала себя как международная идея. Кто-то влюбится в немку, и вместе с ней будет строить здесь родовое поместье. А какая-то немецкая девушка полюбит русского парня и будут строить там свое родовое поместье. Ведь если так внимательно посмотреть, то на планете Земля очень много пустующей земли, зарастающей, брошенной, плачущей, без человеческой руки, без прикосновения. Поэтому не проблема, идея преодолеет эти границы. Она уже их преодолела. Знаете, вот здесь мы разговаривали со съемочной группой, которую только что я давал интервью. И родилась очень хорошая идея – сделать телемост. Причем такую постоянно действующую передачу, в которой будут обсуждаться проблемы. Проблемы, как что-то выращивать. Проблемы, а как быть сластью. Проблемы, ну чисто житейские, еще насовские. Давайте осуществим. Давайте. Мы с вами даем слово, что мы начинаем, когда начинаем этот телемост. Уже сейчас планировать. Ну, планировать сейчас. А вот первый телемост, который мы сделаем, давайте, ну, перед Новым годом, может быть. И вот мы учреждаем постоянно действующий телемост. Или круглый стол. У нас сейчас есть такая организация, которую, лидер которой является президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это называется «Народный фронт». И вот он проводит телемосты в России. Круглые столы, телемосты. И вообще изучает это движение, помогает этому движению. Вот. А не попросит ли еще нам и «Народный фронт» сюда подключиться? С удовольствием. Представляешь? О, слушай, как мы далеко зайдем с тобой. Знаешь что? А вот это же движение, лидер этого движения является Владимир Владимирович Путин. Так вы давайте и вашего главу правительства подключим. Ну, мы начнем, а они подключатся. И другие главы правительств. Представляешь? Я думаю, что каждый человек в душе все равно человек. Правитель он или нет, я думаю, что каждого человека можно затронуть. И мы затронем. Как-нибудь затронем. Нет, ну вот у нас, я говорю, уже «Народный фронт» это такая серьезная, солидная организация. Это знаешь, как еще называется? Как? «Народная дипломатия». Ну вот мы делаем объявление читателям разных стран. Ну, в данном случае, ну, из каких стран ты будешь? Германия, Швейцария, Австрия, Италия. С нашей страны. Ну, они по-любому в нашем канале. Какая разница? Ну, хорошо, давай. А мы тогда что? Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. Ну, ладно, мы тоже не облашаем. Хорошо. А подарками будем обмениваться? Из России соленья будут высылать, подружатся. А, а еще у нас же есть там такая, ну, на сайте anastasia.ru называется «Жена-богиня», по-моему, рубрика. И там вот люди, ну, вот ищут свою вторую половинку, так называемую, есть мужчины, есть женщины. Это самый уникальный сайт в мире. Потому что они ищут по интересам образа жизни. Они ищут с целью создания родового поместья. Вот, поэтому вот я думаю, что вот для этих людей нужен отдельный телемост. Наверное, я думаю точно. А еще я хочу сказать вот вашим читателям, из Германии, Швеции, Чехии. Если вы хотите найти себе хорошую жену, есть такой хороший способ. Он из древности. Вот одинокий мужчина. Каким образом он искал себе невесту? Потому что прийти вот так вот и сказать на сайте «я ищу невесту» или раньше прийти в деревню, я ищу невесту себе там, вот и так далее, я такой хороший, там рассказывать все это словами. Нет. Там народная мудрость разработала целый способ. Поэтому я хочу его рассказать о нем, чтобы применили сейчас. Вот, допустим, человек из Германии хочет найти себе русскую невесту или уже подыскал по сайту. Он берет топор, пилу, молоток, ну, в общем, набор инструментов и идет по деревне, как раньше было, ну, в данном случае по поселению, и говорит, я ищу работу, кому нужно что-нибудь сделать. И, ну, все знают, что для чего он так идет. И вот, допустим, одинокая женщина, так называемая невеста, она говорит, да, вот мне тут надо починить крыльцо. И он нанимается к ней на работу, они торгуются, договариваются об оплате, в оплату входит, что она его будет кормить, что предоставит ему на члеп, и вот он у нее действительно работает, делает это крыльцо, она его действительно кормит. Ну, может быть, она не очень хорошо сготовит, но если она ему нравится, он это простит. И крыльцо он, может быть, не очень хорошо сделает, но если он понравится, то она ему простит, или он простит, а они не могут остаться. Она еще одну работу придумает, ну и так они вот начнут жить там. Ну, а если не очень понравятся друг другу, ну, разойдутся, работа сделана, все, ничего никому неудобно. Тот подработал, а она там тоже вот сделала по хозяйству что-то. Вот такое. Ну, ладно, это вот значит с телемостом мы решили, с землей мы решили. Да. Что еще? Какие у тебя еще вопросы? Еще один вопрос, который задают все, это, конечно, когда в последний раз вы видели Анастасию, как у нее дела? Вот вообще дела у Анастасии не могут быть плохо. Она настолько позитивный, настолько веселый и настолько сильный человек, человек, ясно видящий свое будущее, что дела у нее, ну, не могут быть плохо. Но вот Анастасию, если имеется в виду такой физический контакт, я видел, ну, не буду точную дату указывать, ну, скажем, последний раз 4 месяца назад. Если говорить о том, что когда я общался последний раз с Анастасией, то легче назвать дату, а ее невозможно назвать, когда я с ней не общался. Потому что как бы вся жизнь так получилась, что вся жизнь вот у меня сейчас посвящена Анастасии, читателям, и все, что с ней и с ними связано. Поэтому для меня вот это вот моя жизнь. Живет Анастасия до сих пор в тайге? Ну, вот до сих пор пытаются найти ее в тайге. Да. И я вот начинаю понимать, ну, а почему она вот так сделала, что не выходит, не баллотируется в президенты, не ведет приема, как многие горы ведут. Вот вы представьте себе Анастасию сидит, она на полянке, на пенечке, к ней толпой в очереди идут люди и говорят, извлечи там и так далее. Но ведь это же абсурд. Да. Она вообще против этого. Она говорит, меняй образ жизни, у тебя изменится жизнь, у тебя улучшится здоровье, ну и так далее, и так далее. Она не пытается стать во главе какого-то региона. Она пытается сделать так, чтобы люди поняли и поверили в свои силы, без каких-то там. Но я уже говорил, и может быть настанет такое время, такой момент, когда идем мы с Анастасией по Калининскому проспекту в Москве. Идут навстречу люди, они меня узнают, они Анастасию узнают и удивляются, потому что они сами стали такими, как Анастасия. И таких людей, она же вот говорила, что я душу людям всем отдам свою, я в людях выставлю душой своей, готовься злобно, уйди из земли. И то есть я вижу много людей, уже они с душой Анастасии, у них горят глаза, они совершают поступки, они становятся мудрее, они становятся счастливее. поэтому, ну, если тот, кто понимает, для многих Анастасии так рядом. Знаете, может быть человек быть рядом и даже жить, и даже может пожениться, но это совсем не значит, что они рядом, что их жизнь едина. приходят с работы, садятся на диван, читают газету, а жена ворчливая на кухне, но они рядом. А рядом ли они на самом деле? Они так далеки, как звезды на небе. Вот такое. Спасибо большое. Еще другой вопрос. Что делает ваш сын? Где он сейчас? Знаете, вот сын сделал макет поместья. Там есть некоторое новшество в том поместье, которое у меня есть, и я что-то там делаю. Ну, когда хватает времени, осуществляю. И вот я сделал, ну, в поместье есть такой межа, ну, как бы вход в поместье. И там я решил сделать ворота. Ну, какие ворота? Там домик. Ну, вот если вот смотреть на этот, на эти ворота, то вы видите дом. Там окна, там крыша. И вот к этому домику подъезжаешь, и по такому волшебному жесту он начинает раскрываться и пропускает тебя в поместье, а потом закрывается. Это вот такое я придумал. Ну, там еще не доделал все, там будут занавески, там будут лампа в окне или свеча гореть, там будет дым идти из трубы. И вот люди говорят, ну, кто вот Мегре все это подсказывает? Конечно, его сын. в книге написано, что он делает. Так он действительно подсказывает. Ну, вот допустим, эти ворота, необычные ворота, они необычные еще тем, что они меняют философию человека. Вот мы привыкли, знаете как, вот вы выходите из дома, да, вы обязательно посмотрите на себя в зеркало, там поправите прическу, оденете там может быть одежду, какое-то платье получше и выходите из дома. А дома это ведь святое место, то место, где вы живете большую часть жизни, где происходят какие-то события. Почему вы оттуда выходя, вы прихорашиваетесь, а туда входя в этот дом не прихорашиваетесь? Вот я решил рядом с этими воротами еще поставить трюмо в зеркало, чтобы когда туда входишь, наоборот, ну, поправить там что-то в себе и только после этого войти. Отношение к этому месту такое трепетное будет в ответ давать к тебе трепетное отношение. Ну и кто это придумал? Ну, сын. Потом Вал вот этот вот такая задумка, обыкновенный вал вокруг поместья, а он ведь дал, но показал свою эффективность и причем колоссальную, там растительность растет сильнее, чем на всей остальной земле на этом валу. Мало того, что он психологически делает такой, как бы, ну, закрывает собой пространство, так еще вот эти вот растения растут, приносят пользу, и они растут на нем примерно в два раза сильнее. Вот сейчас в этом году у меня горчица там растет, но горчица она почву улучшает, и мед еще для общего дает. так вот, примерно в два раза лучше, чем на другой части, да, вот такое. Ваш сын вам тоже давал специальное снадобие, не знали, а мазать кожу, как бы, очищаться. Все спрашивают, есть ли рецепт? Я не знаю, я могу спросить, но я могу просто сказать, по какому принципу они отбирают вот эти вот люди, ну так называемые отшельники, ну и в том числе сын. Он же, он это делал, когда я был, когда он был совсем маленький. Вот именно. А по какому, да, а по какому принципу они отбирают траву? Интуитивно они чувствуют. Они чувствуют. Вот собака, кто ее учил? А она ведь находит траву, которую ей надо. И вот человек, оказывается, а у человека намного больше таких способностей, чем у животных. И надо в каждом поместье, ну тот, кто имеет участок земли, иметь, ну это по-разному называется, там грядка, аптека или живая аптека. Мы высаживаем траву, можно, конечно, подсмотреть где-то. траву. Ну вот я, допустим, автоматически, ну думаю, вот попробую я выбрать для себя траву. И автоматически, не помню уже, что у меня болело, выбрал полынь, которая растет там вдоль дорог, ну лесных дорог, потому что понятно, вдоль шоссейных нельзя траву срывать. и попробовал ее там заварить и попить. А потом думаю, а то я узнаю, что она вообще это делает. Оказывается, это очень полезная лечебная трава. И потом мне понравилось, ну вот, чуть-чуть стал хуже видеть, там, по разным причинам. и вдруг мне понравилась тыква. Я посмотрел, что такое тыква. Оказывается, она очень сильно помогает зрению. Так я хочу сказать, что давайте развивать в себе вот эти способности. А мы все пытаемся узнать, а что нам надо от других. Как будто другие знают больше, чем мой внутренний организм. Вот самая самая сильная диета это то, которую дал нам Бог. а она такая вроде бы простая, но супер эффективная. Давайте вдумаемся, почему. Сначала жимолость, одуванчик вырастает, потом другое, третье, четвертое, пятое. И вот по мере вырастания созревания там вот этих плодов, листиков, по мере созревания, если их употреблять, это будет самая точная для организма диета. самая точная, которая излечит, может излечить от любых болезней, потому что ну это ну как бы ну это сделал вот Бог. естественно. Да. Но только опять же вот такое условие. Ну можно ага ромашка созревает, сейчас пойду найду ромашку, пошел вдоль дороги сорвал ромашку, ничего не получится. А ну вот хорошо, сейчас там вот это созревает, допустим, яблоко, но пошел в магазин купил яблоко, ничего не получится, потому что вот правильно Анастасия говорит, это яблоко, это ягода росла не для тебя, она росла для денег. Человек, который ее выращивал, естественно, ее выращивал с целью получить доход в деньги. И естественно, он, чтобы получить больше дохода, будет бросать туда какие-то удобрения, ну допустим, скажем, селитру, бросим, вот лук такой созреет. Это не будет лечебным. А вот когда то, что ты вырастил с любовью, оно и вернется тебе, вернет твою же любовь. Конечно, одно дело собирать самому, другое без собирать, другое дело пошел в аптеку, купил грудной сбор номер 4, мне, пожалуйста, продайте, тебе, пожалуйста. А что там в этой пачке? Когда она собрана, когда она собрана, кем она собрана, кто там плевал на нее, кто там упаковывал. Ну, в мире много чудес. Надо нам, мы изучаем физику, химию, а природу, которая вокруг нас необыкновенное творение, знаем совсем, совсем мало, к сожалению. Люди хотят познать мира, другие мира, свой собственный внутренний мир, боятся познать. Да, вот хотят познать мир, который находится в другой галактике, вот все ждут инопланетян, умных, которые прилетят и там что-то подскажут, что-то сделают. мир на земле создан, он уникальный, на него смотрят все звезды, ждут, что он что-то наоборот им даст, им подскажет. И звезда смотрит, господи, думает, когда ко мне эти вот люди обратят на меня внимание и сделают прекрасный такой же мир, как на земле. Так же точно и ждут и травки людей, когда человек опустит в голову и увидит эту травку, которая под его ногами растет. Вообще вся природа она не просто так, она для человека, это вот как колыбей для него, это и укрыть его может, и вылечить, и как питание, и как энергия. Следующий вопрос, конечно, у нас очень много вопросов, что с точкой вашей, которая с Анастасией, она до сих пор тоже с Анастасией или как и сену шла? Вот, ну, допустим, с дочкой все нормально, она очень красивая, она очень умная, но вот представь себе, что я расскажу, где мой сын сейчас живет, в какую он девочку влюбился, когда у них будет свадьба, вот как думаешь, пойдут люди к нему? Пойдут, они его просто в покое не оставят, поэтому этого делать не надо, я тоже советую. Поэтому делать не надо. Хорошо, просто очень часто люди думают, если они кого-то увидят, например, Анастасия, их жизнь изменится быстрее, когда они смогут свои проблемы улавить, они надеются в помощь, что им окажет помощь кто-то, но они сами может не приложат. в Индии был на Гуа и спорил с паломниками, которые вот есть такой сидит там индийский йог-монах и к нему идут и идут и идут группы людей и не группы, одиночки. И я вот заспорил с одними людьми, я говорю, вот смотри, ты пошел туда, значит, ты свои знания, свою силу воли задоптал, задавил и пришел к другому человеку, который вот показал тебе свою силу воли, сказал, что тебе нужно действовать вот так вот. и ну правильно ли это, правильно ли ты поступаешь? И потом говорю, вот ты пошел туда, ты его искал, ты поехал в Индию, ты богатый человек? Он говорит, да нет, я-то шел за знаниями. А вот ты получил эти знания, теперь ты что-нибудь можешь своей семье дать? Вот что ты дашь своей семье, получил эти знания? И он задумался и видно, что он не может ничего дать. вот эти вот обращения, подержаться, прийти, а еще одно, я вот иногда спрашиваю, а что ты хочешь спросить? Вот спрашивай при мне и представь себе, что тебя Анастасия слышит, а вопроса-то нет. Или есть нечто примитивное. Вот мне нравится вот эта притча, которую рассказала Анастасия, она дала ответ на многие вопросы. Ну, два брата, жили-были два брата, умер отец, и старший брат говорит младшему, слушай, вот отец-то у нас умер, а мудрость нам не оставил, пойду-ка я и мудрости наберусь и принесу в наш дом. Но младший говорит, любил, почитал старшего брата, говорит, хорошо, вот бери повозку, бери коня, бери там продукты, которые есть, иди, принеси нам мудрость. Мой старший брат и ушел. Вот его нет, 10 лет нет, через 20 лет он идет, весь мудрый-мудрый, за ним идут ученики, его почитают, и он заходит в собственный дом к младшему брату, брат умирился, заплакал, спасибо, вернулся, мой старший брат, ты весь такой умный, и он с умным видом сел за стол и говорит младшему брату, знаешь, есть такая мудрость, каждый человек должен посадить дерево, а младший берет окно открывает и говорит, такое? да, он говорит, каждый человек должен родить сына, он лапшу хлопнул, такого, и сын убегает, и так далее, и так далее, и так далее, и тогда старший брат уходит из дома и говорит, дай мне отцовское зубило и молоток, и больше ничего не берет, и он идет, идет по дороге от деревни, подходит к огромному волну, приезжающему около дороги, и вырывает слова, что ищешь путник, все в себе несешь, то есть, вот они слова, что мы ищем, надо в себе посмотреть, в себе делать открытие, и вот это вот мне нравится, и поэтому давайте открывать в себе великие способности, великие знания, великую любовь, вот жена богини, да? Да, хорошая идея. Слушай, такая вот маленькая притча, а она первое место запела в интернете, там ее считают народной, да, там кто-то пишет, так это говорит из книг, звенящие кедры России, а ну, у нас пока в России обсуждают ее бесконечно, и до сих пор обсуждают, я вот думаю, по ней фильм нужно снять. Да, хорошо. Да, и вот такая маленькая, маленькая притча поражает людей, то есть, она говорит, а эта притча говорит о том, что дай своей жены, ты хочешь богиню, просишь у Бога, да ты ее сам можешь сделать, сделай, посмотри на нее, как на богиню, она и станет богиней. Вообще удивляет ну вот некоторые женщины, ну вот, что нужно сделать, чтобы у женщины появился принц, на, ну, такой знатный принц на белом коне. Вот как ты думаешь? Женщине надо просто в первую очередь знать, что она хочет. Я считаю, в первую очередь. Ну, тепло. И потом, конечно, быть самой этой женщиной. Вот, вот в точку. Пожалуйста, он появится, так ты стань сама принцессой, а то сидит женщина вся такая располневшая, вся такая рахматая, неухоженная, да я тут вот, чё ты не замужем-то? Появишь до принца на белом коне. А чё ты его ждёшь? Вот, стань принцессой и появится твой принц на белом коне. От меня вопрос сейчас надо задавать. Не самое главное, вот всё-таки в родовых поместьях, вот люди в Германии не могут пока создать вот эти организованные родовые поместья. Я считаю, что достаточно, если они просто свой участок земли уже с любовью обрабатывают, правильно? первый шаг вот в России было такое явление, как дачники. По 6 соток давали людям земле на эти 6 соточек. Нужно ещё построить там дом, нужно построить туалет, нужно построить какой-то сарайчик. Ясно, что там в сад не вырастешь, потому что тень на соседа. но тем не менее вот они получили опыт и теперь уже другие делают родовое повестье, имея тот опыт. А в Германии, я тебе говорю, что вот люди же приезжают из Германии в Россию, и здесь вообще они письмо написали ещё лет, наверное, 10 назад, группа людей из Германии, они написали письмо, там, по-моему, человек 30-40, обратились к президенту, что ну, это бывшие эмигранты из Германии. Вот тема про эмигрантов хорошая. Да, вопрос как раз вот, многие люди говорят, где я дома? Если, например, Анастасия говорит, возвращайтесь со мной, русская душа, возвращайся. Вот, например, люди приезжают, у них, ну, муж, например, там, европеец, а жена там, все, Америки. Они где-то живут посерединке где-то Европы. Тем не менее, родины у них нет. Вот там, ну, что такое родовое поместье? Я же не просто беру гектар земли, а я собираю на нём весь свой род. Тот, который был, может быть, один в Германии, другой в Америке, третий в Аргентине. То есть, я собираю род. Вот как можно назвать родиной квартиру, которая разрушается? Или которой уже нет, может быть? То есть, вот это начало родины. Где бы ты ни начал, вот это вот твоя родина. Начинать вот именно там, где они смогут посадить свои деревья, в растение. Да, да. Вот так получилось, что, ну, вот у меня поместье моё, оно находится не на самой лучшей земле. Но у меня есть возможности было взять в любом месте землю. Вот так получилось, что вот люди взяли и говорят, вот это поместье будет Мегре. Ну, я не знал про это, но ехал однажды по дороге и смотрел на поместье, как они там возрождаются, там уже дома кто-то строит, кто-то еще как-то благоустраивает. И один участок, ну, полностью бурьянов заросший, брошенный. Ну, там, правда, у входа, ну, это, в начале участка несколько деревьев посажено. Я говорю, слушай, а че вот тут брошено такое? Ну, это человек, который меня сопровождал из этого поселения. Он говорит, это вот ваше поместье. И понимаешь, я вышел, пошел по этому участку, иду по этому бурьяну, смотрю на соседский, там уже медика вот этот, но у меня сосед. доктор экономических наук. И смотрю, у него цветы растут, а это такой бурьян замок. Да того стало жалко, что я давай бурьян скосил, давай эту землю, ну, там приводить в порядок. А сейчас как бы она вот для меня родная стала и роднее, чем черноземы всякие, хотя там глина, такой маленький плодородный слой, но он родной. Знаешь, вот твой ребенок он же для тебя лучший самый. И вот для меня этот участок то, что он лучше самый. точно такой же участок, глина, камни, но тем не менее, там что надо расти, оно вырастает. А глину тоже можно использовать, с пользой. Ну, вообще, спасибо вам большое за прием. Привет вам от наших читателей, анастасиевцев, как их называют. Всего доброго до сих пор. Пока. 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 Продолжение следует...